обязательно нужно протравить посадочный материал всегда говорю так свой участок у нас своей заразы хватает чужую нам не нужно и где бы кто бы когда не привозил все равно вот смотришь раз из торфа мушка полетела то есть заносить в дом заносить в огород заразу не стоит вот не стоит поэтому я все это промываю затем держу в ростковом значит в эпине или вот в этом году в растворе лока лок значит держу растения вечером замачиваю утром высаживаю в грунт земля покупная земля покупная мешаю иногда со своей ну в зависимости от того сколько нужно земли вот допустим в этот профессиональный горшочек сюда земли нужно много посажена гипсофила как гипсофила вообще очень плохо переносит посадку и пересадку поэтому корневище обязательно должно напитаться влагой раз но не переборщить то есть более там 8 12 часов держать нельзя я так думаю и потом когда вы высаживаете там только начали расти почки они слабые воздух сухой обязательно нужно накрывать полиэтиленовой пленкой или хотя бы бумагой потому что и плотно пленку тоже нельзя накрывать так как земля должна дышать обязательно пишу бирочку что это за растение бирочку для горшка чтобы мне было визуально очень быстро посмотреть что это за растение как она развивается и бирочку для посадки сразу для посадки в грунт чтобы потом не отвлекаться растение было очень изогнуто но вот уже начинается выпрямляться прямо было вот к земле лежали корни на солнышке поворачиваю горшки несколько раз в день вот и рис в отличие от ириса бородатого который нельзя заглублять при посадке и рис в горшке то же самое что и в землю и рис японский и рис сибирский немного можно заглубить вот что я и сделала но тоже не сильно при высадке в грунт можете заглубить еще немного здесь вот буквально закрыты почки ростковые откуда идет росток и все до чувствую что солнышко на улице дома жарко я брызгаю растения но здесь тоже нужно знать меру во всем всегда и везде нужно знать меру